Всекубанский субботник стал примером сплоченности и организованности анапчан. Только на уборку поля в третьем микрорайоне вышли более 50 человек. Это сотрудники жилищно-коммунального хозяйства, студенты, волонтеры и представители молодежных объединений. К делу подошли обстоятельно и серьезно. Естественно, мы и раньше убирали мусор, естественно, заготавливались, так сказать, свои силы, мощности. Ну, сами понимаете, прекрасно, что люди все... Зима прошла, настала весна. После зимы что-то осталось, ветер принес мусор. К сожалению, у нас здесь очень много пакетов полиэтилена, мусора, который принес нам, как бы, там, стройки рядом расположенные. Ну, где-то жители, к сожалению, оставили там на углах, может быть. Ну, у нас сильные ветра были, вы знаете, прекрасно, зимние. Вот сейчас мы это все убираем, собрали жители без лежачих домов, сорганизовали нам, строители дали технику, материалы помогают. Наша компания уборочная, вот чисто Анапа нам помогла, тоже предоставила инструменты, так сказать, наши рабочие. Ну, мы надеемся, что мы почистим сегодня эти площадки, потому что все-таки это вид с города, ну, так сказать, лучшие виды города. Большой субботник зашел и в каждый двор многоквартирных домов. Здесь активисты общественного самоуправления начали наводить порядки задолго до самого субботника. Так что в этот день осталось лишь навести лоск. В микрорайоне Южный на уборку территории выходили целыми семьями, разбили у домов новые клумбы с розами, оформили газоны. Молодые отцы удалили весь сухостой рядом с детскими площадками, чтобы они были безопасными. Маленькая Надя Чумакова первый раз самостоятельно белила дерево, а на следующий год пообещала на субботник подружек привезти. Мы красили. А красили что? Бережим. Мы уже второй год участвуем в субботнике для того, чтобы этот уголок живой был всегда сиял чистотой, красотой. Я представляю автономную, конечно, организацию социальной адаптации пенсионеров «Серебряный возраст». Это вот наш теперь подшефный объект. Мы теперь каждый год будем здесь наводить порядок. ТОС номер 13 в самом сердце курортной Анапы. Люди в домах живут десятилетиями и хотят, чтобы окрестности были ухоженными и красивыми. К обеду субботы все деревья побелены, клумбы и пристволовые круги вскопаны. Как рассказала председатель ТОС Надежда Косова, новое увлечение соседей – редкие растения. Стараются поселить во дворе растения из других территорий. Любить свой двор надо. Это главное, чтобы любить. И будет тогда красота, как мир спасет красота. Работа кипела и в сельских округах. В субцехе представители сельской администрации и депутаты высадили перед административным зданием ТУИ. В поселке расчистили площадку и распланировали заброшенный участок. В скором будущем здесь приступят к посадке деревьев и у жителей села появится собственный зеленый парк отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok